Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю коллектив, большой коллектив. Меня зовут Эмитна Юлия, я странка географического аппетита Московского государственного университета. Мой доклад посвящен теме «Структура фитомасок как индикатор функционирования северных экосистем и ее отражения на снимках высокого разрешения». Мой доклад базируется на международном проекте «Мультиплатформный дистанционный мониторинг воздействия изменения климата на северные леса России». Кто присутствовал вчера, могли слышать более подробно от представителей Московского университета, ИГРАН, Института космических исследований. Вообще этот проект представляют пять организаций партнеров совместно с университетом в Кемпедже и британским. Оценка состояния экосистем практически всегда опирается на особенности отклика растительного покрова на климатические изменения и антропогенные изменения. Растительность выступает надежным индикатором воздействия. Использование современных данных дистанционного зондирования позволяет диагностировать эти изменения в структуре леса, в частности таких продукционных процессов, как запасы автомассы и ежегодные продукции. Целью нашего исследования является разработать технологию оценки динамики автомассы северных лесов России в связи с изменением климата. Для этого мы отрабатываем методику оценки параметров древостоев по данным беспилотников и результатов наземных исследований. Также анализируем данные, полученные наземным путем и данные, полученные с беспилотников. И также целью нашей, одной из задач нашего исследования было рассмотреть возможность использования данных о запасах структуры фитомассы в 60-90-х годах с данными, полученные в этом году за полевой сезон и интерпретировать их с данными дистанционного зондирования. Район проведения работ Хибинский горный, точнее территория Кольского полуострова везде Хибинского горного массива базировались мы на Хибинской научной учебной базе МГУ. Фитомассы Фитомассы – это количественный показатель биологической продуктивности, который зависит от таких факторов, как количество влаги и тепла, рельеф, продолжительность вегетационного периода, почвы, ну и, конечно же, антропогенное воздействие. Последующие слайды будут посвящены тому, что я расскажу о тех ресурсах, которые мы использовали. Так вот, к примеру, в 60-70-х годах был пик исследований в области биологической продуктивности, и в рамках международной биологической программой были пройдены исследования, по которым были составлены карты по материалам Базилевича Натальи Ивановны. Здесь карта Фитомассы на всей территории России, мы анализируем, что происходит на нашем регионе. Также карта ежегодной продукции растительности, и еще мы рассматриваем фотосинтетически активную радиацию, то есть, к примеру, уничтожение коренной растительности ведет к замене на малопродуктивные вторичные биогеоцинозы, что снижают, ведут к потере устойчивости экосистемы. Мы использовали карту лесов России, составленную в Институте космических исследований РАН за 2012 год по данным ОДИС. И также, как я уже сказала, в 60-70-е годы был собран большой блок по фитомассе, вообще по всей растительности на территории России. Эта информация собрана на сайте biodat.ru. В качестве примера приведена вот такая таблица по различным зонам. Мы рассматривали также материалы, представленные польским научным центром, в данном случае, по Лукиной Наталье Васильевне. Запас фитомасса был в биогеоцинозах Кольского полуострова. Здесь можно сказать, что напочвенный покров, он занимает, скажем так, менее 10% от основной фитомассы. Основную часть это представляет древостой. И наиболее продуктивными является ельник травян. Тут можно сказать, что представлена структура общей фитомассы в биогеоцинозах. Фотосинтезирующие части занимают также менее 10% от общей фитомассы. Ну и следует, конечно, учитывать не только тип биогеоциноза, но и условия произрастания. За полевой период мы выделили 28 площадок размером 20 на 20 метров. На каждом модельном участке были размечены еще площадки размером для определения фитомассы, размером 1 на 1 метр или 0,5 на 0,5 метров. В зависимости от экосистемы. Какие работы были проведены? Ну, во-первых, два больших блока – это наземные и дистанционные измерения, которые, в общем-то, сопоставляют. В своем докладе я больше говорю о наземных исследованиях. Было проведено геоботаническое описание, измерение стволов, полонота, запаз древо стоя, измерение крон, отбор образцов на фитомассу, отбор образцов на определение лаи и сопоставление этих данных со съемками со снимками беспилотных летательных аппаратов и составление карт крон. Здесь представлен фрагмент геоботанического описания, то есть то, что мы делали на каждой площадке в поле. Выбирали площадку, называли ее, ассоциацию, географическое положение, краткая характеристика рельефа и микрорельефа, окружение, влияние человека и животных. Также рассматривали степень усомнутости крон, формула состава древостоя, подрост, кустарниковый ярус, травяной покров, и на площадке у каждой мы определяли ориентацию отдельного ствола. Относительно площадки мерили высоту прикрепления, диаметр ствола на высоте 1,3 метра, также мерили размах крон по основным ромбам, использовали также измерения полнотыдревая стоя с помощью вирки бетерлиха и камера фиша, это пример разметки площадки, маркировочные ленты у нас определены, чтобы было видно со снимков. Здесь немного плохо видно. Ну и сам снимок просто с площадки. Здесь представила таблицу, как мы и куда мы заносили данные по образцам фитомаса. То есть мы делили на фракции, точнее мы их брали с площадки, например, 50 на 50 сантиметров, это все срезали, делили на фракции, взвешивали по отдельности и потом высушивали на определение влагосодержания, уже в лабораторных условиях. Также мы брали образцы на лаи в нескольких повторностях для каждого вида. делали вот такие 10 на 10 сантиметров это для широколистенных пород и 2 на 2 сантиметра, если речь шла о хвойных представителях. Определяли лаи фотоспособом с помощью камеры, построена модель. И совместно уже с данными, полученные с беспилотников, делалась следующая работа. То есть первый слайд это слайд снимка, выделенная как раз площадка. Второй слайд это то, что мы сделали на миллиметровке, в данном случае в программе ARGIS, прорисовывали размер столов на площадке выбранной и крону, то есть по наземным данным сделанным. И потом мы это накладывали и смотрели, сопоставляли, как они между собой коррелируются. То есть одна из наших задач это как раз таки сопоставить эти данные и понять процент ошибки и наладить эту методику. В целом, здесь как раз таки мы попробовали сравнить полученные значения высот растений, деревьев. То есть первый стол столбец это у нас наземные измерения, а второй это со снимков. И в принципе ошибка есть, но составляет она не более 25%. То есть это еще нужно смотреть и уточнять, с чем связана ошибка. Здесь как бы и человеческий фактор рассматривается, когда с помощью высотомера неправильно померили, и возможность с привязкой здесь происходит. Также мы сравниваем, пытаемся найти ошибку по проективному покрытию в целом. И то, что вы видели, как бы это размах крон, насколько совпадают. В целом, так как это только первый год нашего проекта, работы предстоит еще много, анализируя данных тоже много. Но то, что сделано сейчас. Для модельных территорий на Кольском полуострове мы разработали предварительную методику измерений характеристик древостоев по наземным измерениям и данных съемок без пилотников. Провели наземные измерения очень детально. Взяли образцы отдельных видов для измерения как лои, так и фитомасы, чтобы сопоставить с данными измерения полученных снимков. Проведена оценка полноты древостоя с помощью плотномера бетерлиха, измерения сомненности крон с помощью камеры рыбий глаз и по результатам полета построены карты высот и параметров крон на директно площадках с учетом релеха. Спасибо за внимание. Вопросы? Какие данные вы получаете? У нас, во-первых, съемка происходила с двух высот 50 метров и 100 метров, мы здесь рассматриваем более детально как бы 50 метров. На качестве трайной или нет? Нет. Актический? 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 Да. Как САФ? Да, это САФ. С тывальником. Это кадр фольфор ПРА2 и с шельфовом А4-ФРО, 250 метров. Актический, камер LGV, 16-ти классный гадийский. Спасибо, Михаил Снеградчик. Учё вопросы, пожалуйста? Меня особенность интересует вот карта «Газилевич», в частности, например, карты «Эф.А». Можно как-то вот немножко поподробнее рассказать? Это какие-то исторические карты, так сказать, и они И вот за современный период, и в парад за какой период там, может, варьируется, как бы, с сезоном? Это карты, созданные по материалам, которые были собраны как раз-таки в период 60-х годов, 60-70-х. То есть большая международная биологическая программа, в рамках ее и созданы карты. То есть данные это того периода. А какое разрешение этих карт вообще? Масштаб сейчас скажу. Ну вот, да, 200 километров, да. Василий Михайлович, хотите, я, кажется, есть прояснение. Это действительно, Юля правильно сказала, в рамках международной биологической программы проводились измерения запаса витамаса вообще по всему земному шару. Вазилевич, и поэтому была разработана методика. Все должны были по одной методике измерять, и данные в абсолютно сухом месте для того, чтобы просто было их сравнивать. И Вазилевич обобщила, и в частности для территории нашей страны. И это какие-то осредненные по годам значения запасы витамасы по фракциям, надземная, подземная, стволовая, зеленая. Для, по штабу карты, он 16-миллионный, то есть это для основных, у него еще была использована карта растительности, для каждого выдела, она средняя характеристика. И вот то, что в биодат даны таблицы, то тоже, собственно, обобщение вот этих материалов. То есть для каждого типа, не только типа растительности, но и ассоциации, есть вот эти примерные данные. Если мы будем их сравнивать, это реально, вот то, что мы померим в этом году, оно может быть чуть меньше, чуть больше, как раз в результате каких-то климатических изменений. Так что это, в конце концов, показывает просто особенность зональную, зональную и вертикальную поясность и влияние технических факторов. Что касается фар, то это из данных метеорологов, которые фиксируют фар, это тоже средняя из атласа взятая. Фар примерно, это 0,48 от суммарной высотящей радиации, составляет фотосинтетически активная радиация. Потому что на основе вот этих данных можно построить зависимость и эффективность использования фар. Потому что разные экосистемы, в зависимости от температуры и инвестиционного периода, у них другая эффективность использования фотосинтетически активная радиация. От сезона это все зависит. То есть вот эта карта приведена, она, как-то, я не знаю, для леса там. Там все, и лес, и пустыни, и дельты. А по времени-то? Запас фитомассы... Не-не-не, я в пару. Пар – это суммарная закона. Это же вы зарегистрировали данные, как теоретически рассчитывали. Это не по данным выделениям. Это без аркласса взятого, гипотического. Пожалуйста, я. Скажите, пожалуйста, все-таки, что будет сделано на исследовании горизонтальной, вертикальной структуры? Или именно, чтобы узнать соотношение фракций в фитомассе? Или все будет охвачено? Как я понимаю, только, опять же, на начальной стадии. Ну, конечно, мы хотим максимально все охватить. Но вот именно наша такая большая задача – это сопоставить то, что мы возьмем на земле, получим, и то, что мы увидим, как бы, со снимком. И разработать, выработать правильную методику с на меньшей ошибкой. И вот как бы дополнить друг друга. Наши наземные исследования, наши... И получать сравнение с тем, что... Да. У нас, вот, если вчера вы слушали, да, то есть планируется на следующий полевой сезон немножко другие исследования охватываются с использованием приборов, когда можно только сверху что-то увидеть с помощью слуха, а еще вот так, ну, боковых позиций. Вот, то есть это вот будет так расширяться в объем данных. В том числе и трехмерную модель. Да, мы уже сейчас, как бы, по тому, что отработали, можем сделать... Открыли доступ все-таки организовывать вот в трехмерном данном? Открыли доступ, который мы уже... Да, будут данные о трехмерной структуре. В каком-то формате, опять же, трехмерном моделле. В плане организовывать доступ все-таки. Вопросы не для кланчика, наверное, в вопрос с астроном. Наверное, да. То есть данные в начале. Мы сейчас рекомендую с веществом, да, мы сейчас там в формате опылахом, то есть класс форматами, астрономические, астрономические, астрономические. Вот, на нашем интернете у нас проект не получился, у нас существует удачное хранение счета, в данных. Мы сейчас рассматриваем вопрос, как бы, заладимый протокол, у вас здесь организации, о том, как в будущем будет рисовывать вопросов. То есть мы этот вопрос рассматриваем, но мы пока точно как-то... Будем общаться с этим вопросом, который есть. Да, конечно, да. То есть пока сейчас там данные, потому что сырые, данные по-русски обрабатываются, потому что там вообще работают. У нас участники проекта, они, конечно, мы должны использовать данные, но по-русски обрабатываются, но по-русски обрабатываются, у нас же как-то расширяем, на то же качество возраста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА